Аллилуйя! Приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу! Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать, обратиться и пожелать, вдохновить, сказать каждому, кто сейчас слушает, будь христианином, который исполняется духом. Друзья, мы знаем, что мир исполняется по-своему, они упиваются вином, им от этого становится весело, они становятся очень раскованными, они такие вещи себе позволяют и так далее. Но у нас по-другому, мы исполняемся святым духом, мы молимся, мы просто наслаждаемся им, мы пьем эту живую воду, которую Иисус нам дает, и мы исполняемся так же. Приходят откровения, приходят даже опьянения святым духом. Будь таким христианином, который исполняется духом, так как трезвые, адекватные христиане мало что могут сделать, они все контролируют, каждый свой шаг. Они знают, как им кажется, как все должно быть, только ничего не могут сделать, так как наполнены комплексами и слишком, слишком тактичны и не исполнены святым духом. Они говорят, вот так нельзя, это нельзя, то нельзя, ни такой метод нельзя, ни так нельзя, надо вот так, надо вот то, надо сё. И знаете, и Духу Святому нету места. Вы представьте, Петр, в день Пятидесятницы, написано, он был настолько исполнен Святого Духа, что ему пришлось встать. Обычно те, кто стоят, им не надо встановиться. Но Петру пришлось встать. И он встал, и он проповедовал. Его проповедь изучали, и говорят, примерно 10-15 минут звучала его проповедь. И 3000 человек заключили завет с Богом. Представляете, уверовали во Христа, приняли, родились свыше. Потому что Петр ни за что бы не крестил их в воде, если бы они не родились свыше. Мы видим, почему, в чем суть, почему это произошло. Потому что Петр был исполнен Святого Духа. Он был наполненным. Почему ученики могли так много сделать? Почему сегодня мы видим совершенно другое? Потому что они исполнялись Святым Духом. Это было главное, что должно было быть. Они пребывали в Слове, и они исполнялись Духом. Если ты просто будешь пребывать в Слове, ты будешь умным. У тебя будет очень много знаний. Но ты не будешь уметь практически использовать это в своей жизни так, чтобы был эффективный результат. А Дух Святой может взять то, что у тебя есть, и использовать. Аллилуйя, аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Благодаря вере». Или можно так даже сказать, «Благодаря своей вере». В Библии написано, что «Праведный верою жив будет». Евреям 11 глава вся говорит о героях Библии, о героях веры. Вся говорит, что они верую, 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 верую. Верую, Авраам повиновался идти в землю, которую указал ему Господь. Но он даже пошел, не зная, куда идет. Он пошел, не зная, куда идет. Адреса не знает, но он знает, что Бог его будет направлять. И он обязательно туда дойдет. Написано про Моисея. Он верую оставил Египет. И он отказался называться сыном дочери фараоновой. Он выбрал призвание, которое у Бога было для него. Мы читаем там про стоких героев. И знаете что? Все герои веры стали героями только благодаря своей вере, а не своим способностям. Друзья, мы иногда смотрим, какие у меня способности есть. Что я умею? Да я ничего не умею толком делать. Слушай, тебе нужно уповать на Бога. Ты не представляешь. Для того, чтобы стать героем, не обязательно что-то узнать хорошо. Не обязательно. Вы знаете, что достаточно просто спасти кого-то, и ты становишься героем. Представьте, идет парень и смотрит. Там люди какие-то барахтаются в воде. Там проломился лед. Он ныряет за ними, спасает их, вытаскивает. По новостям его показывают. Он героем стал. А если его изучить, его исследовать? Он был умный? Он был послушный? Он был правильный человек? Нет. Может быть, будет там что-то, может быть, не так. Но тот его акт, его действие сделало его героем. Понимаете, что не важно, насколько в твоей жизни много знаний. Не важно, какой у тебя даже бывает характер. Важно, есть ли у тебя вера. Есть много людей с хорошим характером, и у них нет веры. Есть много людей. Я, знаете, я всегда удивлялся в Библии. Написано про Раав блудница. Раав блудница. Просто вдуматься. Написано «Верою она приняла шпионов». Я вообще думаю, как это вообще? Что это? Ну, интересно вообще. Вот такая Библия. Представьте, проститутка, современным языком, верою спасла израильских этих шпионов, приняла у себя. Наврала потом, сказала, что я никого не видела, а сама их спрятала. Потом по стене их спустила. И написано о ней. И она не погибла с теми людьми, с ерехонскими людьми, когда стены начали рушиться. Она была спасена. Ей нужно было эту красную веревочку спустить из окошка, из стены. И все она была спасена. Это символ крови Иисуса Христа. Скажите, она была правильна? Она правильный образ жизни вела? Но верою она победила, она спасла не только свою жизнь, а и жизнь своих родственников. Вот это, вы знаете, ни в какие рамки не лезет, но это Слово Божие. Если у тебя есть вера, то ты призван стать героем. Ты не слышишь? Ты не слышишь, что ты призванный герой. Ты просто об этом не знаешь. Однажды, когда ты принял веру, ее потенциал стать героем, что-то одолеть в своей жизни, побеждать в своей жизни что-то. Сколько людей может быть спасено через тебя? И никто на земле тебя не назовет героем, возможно. Но на небесах лично Иисус, лично Бог наградит тебя. Он скажет, ты мой герой. Ты верил, что я буду двигаться через тебя. Ты не видел? Ты видел обстоятельства совершенно по-другому все. Ты видел, у тебя чего-то нету, чего-то не хватает постоянно. Но ты доверял мне, и я шел туда и подтверждал твою веру. Если вера – это самое главное условие для верующего, иначе невозможно иметь общение с Богом и ничего от Него получить. Евреям 11.6. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, первое, и ищущим Его воздает. Без веры. Представьте, у тебя может быть Библия в кармане, ты ее читаешь, но у тебя нету веры. Или она у тебя слабая. Вера – это очень драгоценное, самое драгоценное, что есть у христианина. Как апостол Павел писал, я веру сохранил. Веру можно растратить. Веру можно поменять на неверие. Многие это делают. Они начинают сомневаться. Так же, как Петр. У него была настолько вера, настолько просто невероятная вера, что он мог выйти из лодки и идти по воде. Точно так же, как это делал Иисус. Ничем не хуже. Он делал то, что делал Иисус. Почему? Он был опьянен Иисусом. Он видел Иисуса. Он видел эту славу. И знаете, в Библии написано, что мы, взирая на славу Божию, преображаемся в тот же образ. Мы меняемся. Я увидел идущего Иисуса, и я буду сразу же идти по воде. Так же, к Нему буду идти по воде. Потому что то, что Он не хочет тебе показывать, чтобы ты это делал, Он от тебя это скроет. Но если Он тебе что-то показывает, значит, Он намекает тебе, делай то же самое. Делай то же самое. Ученики делают то же самое, что их учитель. Ведь так в жизни так же. Благодаря вере человек общается с Богом. Просто представьте. Просто представьте себе. Бог, которого не видно. Его не видно. Ты можешь рассматривать листочки на деревьях. Ты можешь смотреть разные законы, изучать. Ты придешь к тому, что кто-то есть. Ты придешь. Ты придешь к осознанию. И ученые приходят, что что-то есть, кто-то за этим всем стоит. А кто, они не знают имени. И у них нет с ним общения. Вот просто представьте. Бог, которого ты не видишь. Бог, которого у тебя нет доказательства. Но ты с ним общаешься. Просто представь себе. И для этого тебе никакие знания не помогут, чтобы это делать. Тебе нужна личная вера. Вера в то, что Он есть. И то, что Он тебе воздает. И когда ты переживаешь Его в своей жизни. Ты пережил Его раз, пережил Его два. У тебя вера утверждается. Ты перестаешь сомневаться, что, во-первых, Бог есть. Ты даже, если ты захочешь засомневаться, и просто будешь заставлять себя говорить, Бога нету. Ты не сможешь поверить, что Бога нету. Ты не сможешь себя убедить в том, что Бога нету. Но ты начнешь говорить, Бога нету, Бога нету, и все равно будешь знать, что Он есть. Бог ничего не дает, ничего не дает. Все равно будешь знать, что Он дает. Потому что ты уверовал однажды. Иногда люди обижаются, потому что Бог не ответил, как они хотели. дай мне вот эту жену, вот эту жену, и Бог не дал. Знаете, сколько людей из-за этого разочаровались? А она взяла, из-за другого вышла. Или наоборот, девушка молилась, молилась, влюбилась и молилась. Да сколько угодно есть разных случаев, когда люди обижаются, огорчаются на Бога. Да Бог любит тебя, Он тебя хранит от этого. Пройдут годы, ты будешь благодарить Бога, что Он не ответил когда-то на твою молитву, потому что Он ответил совсем по-другому. Ты просто не видишь это, ты не понимаешь этого, но Он о тебе заботится в целом. Он не заботится, потому что часто мы смотрим только на сейчас. Бог, дай мне сейчас, ты видишь, у меня сейчас нету. А Он смотрит на всю твою жизнь. Он смотрит на твой характер. Будет ли хорошо это для твоего характера? Будет ли хорошо это для вечности твоей? Где ты будешь с отвеченной молитвой? Где оказались девять прокаженных, которые получили исцеление? Один только пришел из десяти. Видите? Не всегда ответ на молитву. А ведь орали. Господу обращались, когда были проблемы. А получили ответ. Все исчезли сразу же. Поэтому вера, ее надо хранить. Если ты ее однажды получил, то знай, что она должна расти. Она может быть очень слабенькая. Она может быть в очень... И ты ее должен охранять. Ты веру в Бога должен охранять. И никому не дать, чтобы тебя переубедили. Охранять ее. Больше всего охранимого храни сердце свое. Охраняй веру. Потому что вера живет в сердце. Ее видно через уста человека, когда человек говорит что-то. Правильно? Я не могу, например, точно знать, что вот этот человек верующий. Конечно, я могу понять, например, человек религиозный. У него прическа определенная или какая-то одежда у него. И мы такие сразу, о-о-о, человек религиозный. Но сказать, что он верующий, сказать, что у него есть вера, я этого не могу. Пока я не услышу, о чем он говорит. Когда человек говорит, из этого я делаю вывод. Что этот человек говорит Слово Божье, говорит это силой, говорит. Он верит в то, что он говорит. И поэтому я могу назвать этого человека верующим. Или я вижу человека обстоятельства плохие. А он стоит на том, что все будет хорошо. Он верит в то, что все будет хорошо. Почему он верит? Не потому что он себя напичкал и убеждает себя. А потому что Слово Божье он прочитал, ему открылось. И он верит Слову Божьему. Тогда я могу назвать этого человека верующим. Я вижу, что он воспевает Иисуса. Он поет Богу. Он славит Бога. Я из этого тоже могу делать вывод, что он верующий. Я вижу, как он общается с людьми. Проявляет. Я могу сказать, это человек, которым действительно есть вера. И так, благодаря вере, человек общается с Богом. И на самом деле, не просто себе это внушает. Внушает. Сейчас я общаюсь с Богом. И такая мысль. А может, все-таки не общаюсь? Может, я просто тараторю что-то? А может быть, никуда ничего не уходит? А может, никого и нет? Ничего нет. Я просто себе говорю, говорю, как бы высказался. И душе стало легче. Знаете? Нет. Общение с Богом есть. Понимаете? И когда ты задаешь ему вопрос, а он тебе отвечает. Ты не можешь это назвать случайностью. Потому что это у тебя каждый раз происходит. И так, благодаря своей собственной вере, друг, иногда ты можешь получить по вере другого человека. У него есть вера в то, что в твоей жизни будет прорыв. У него есть вера, что у тебя будет исцеление. Написано, как в Евангелии, что к Иисусу принесли расслабленного, его друзья. Разобрали крышу и спустили, потому что было очень много людей, толпа была большая. Он не мог ходить, он не мог ничего, но у него были друзья. Дай Бог всем таких друзей. Когда ты просто не можешь не пошевелиться, тебе плохо в жизни, ты как будто скованный, в твоей жизни как будто парализованный, а за тебя кто-то стоит и ходатайствует, молится кто-то за тебя. И принесли его к Иисусу. И написано, представьте, как написано, Иисус, видя веру их, говорит расслабленному. Понимаете, как работает иногда? Он не видел веру расслабленного. Но какая у него может быть вера, если ему плохо? Его тело не повинуется ему. Он как овощ. И написано, Иисус, видя веру их, ответил на веру их, помог этому человеку. И он стал здоровым. Но для начала, для старта это работает. Но ты не можешь жить за чужой счет, за веру другого человека. Тебе нужно употреблять свою собственную веру. Так же, как и в детстве, когда нас мама кормила ложечкой, кормила, кормила, и мы сидели, наши ручки там что-то делали, играли, может быть, разрисовывали там. Мама все нас кормила, ложечка чья-то постоянно в рот нам попадала. А потом приходит такой, знаете, возраст, когда ты ложку выхватываешь у мамы. И мама не против. Она только радуется. Он наконец-то, он ложечку держит. Он теперь сам может покушать. И он начинает потом ложечку такую держать и меняет размеры ложечек. И мама уже задумывается. Это сколько готовить надо? Только покормила, опять голодный. Пусть растет. Смотрите, благодаря своей вере человек общается с Богом, получает спасение. Это благодаря вере. Ты не можешь купить спасение. Невозможно купить спасение свое. Невозможно купить билет на небеса. Невозможно. Потому что деньги не работают там. Они не имеют никакой силы, когда идет разговор о спасении. Никакой. Человек должен по вере принять. Лично. Он должен согласиться с мнением Бога. Он должен услышать радостную весть. Евангелие. Если вы услышали плохую весть. Бог вас будет судить, грешники. Вы все в ад идете. Но это правда. Люди идут в ад без Христа. Но радостная новость, она все-таки во Христе. То, что Христос спас нас от ада. Все-таки акцент, знаете, там ад существует. Да. Ведь что такое спасение? Это спасение от ада. От будущего, вот этого, знаете, вечного. Но это радостная весть об Иисусе Христе. Что вся работа им совершена. Нам же это нужно верою принять. Мы не можем заработать себе праведность. Хоть как оденься. Хоть как умойся. Хоть какой макияж поставить. Сердце-то не изменить. Понимаете? А Бог смотрит на сердце. И мы становимся праведными. По вере. И так Библия говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Оправдавшись верою. Знаете, как сложно было это во времена Иисуса, во времена Павла. Как сложно было им это принять. И так, оправдавшись верою. Подожди. А что, не надо тогда десять заповедей соблюдать? Моисей же говорил, надо вот, вот, вы, вот. А Иисус говорит, оправдавшись верою. Я совершил. Я закончил. Все. Вы будете всю жизнь пытаться, и вы не сможете все десять заповедей исполнить. Потому что это Божьи заповеди. Он дал специально, зная, что ты их не исполнишь. Никогда. Он дал тебе, чтобы ты увидел свою греховность. Что ты не в состоянии жить на уровне Божьей, Божественной святости. Десять заповедей исполняет сам Бог. Бог их исполняет. Человек их не может исполнить. И человек должен был прийти к тому, что он должен был разочароваться в себе и сказать, Бог, я всю жизнь пытался исполнить, но я их так и не смог. Потому что написано, что если ты хоть в одной заповеди согрешишь, ты виновен во всем законе. Представь, ты девять исполнил, и бац, у тебя прокол где-то. И все. Это означает, что ты лез на скользкую горку, и вот на самой верхушечке сорвался. Ты сорвался. Ну и что, что ты почти был рядом? Понимаете? Ты сорвался и полетел вниз. Итак, что же делать? Поверить во Христа, что он на кресте, на Голгофском кресте заплатил за наши грехи и даровал нам праведность. Через его кровь, мы омыты его кровью, он умер за нас, воскрес для нас. Все, что мне нужно, поверить в это и принять. И все, я становлюсь праведником, я становлюсь святым. Я не становлюсь святым номер два, или как бы сказать, качеством хуже. Я становлюсь точно таким же святым, как Иисус. Иисус, вы становитесь такими же. Вы не становитесь, знаете, вот божественная святость здесь, твоя святость это все равно у ног. Это здесь где-то. Нет. Не бывает такого, что святость разных, знаете, проб. Это золото, разные пробы. Мы в нем находимся. Мы все равно не в себе, мы не по себе, мы не отдельно от Бога. Мы в нем находимся. Поэтому мы в его праведности. Мы с ним, мы полностью оправданы им. У нас праведность точно такая же, как у Христа. Точно такая же. Но не потому, что мы неплохого ничего не делаем. Объясняю. Мы верим в Иисуса. И этого достаточно. И от этого приходят перемены в жизни. Знаете, многие люди говорят, так что ж теперь, мне все можно что ли делать? Мне можно грешить и верить в Иисуса, и считать себя праведным? Нет, у тебя так не пойдет. Если ты начал верить в Иисуса, если ты проникся всем этим, пережил это, прощение грехов, то ты не будешь это делать. Ты примешь праведность и будешь ходить в ней. И грехи, даже если ты допустишь где-то, сделаешь, для тебя это будет чуждым, для тебя это будет ужас, для тебя это будет мучение. И ты опять приходишь, исповедуешься перед Господом, и Он прощает твои грехи. Ты снова праведен. Ты не можешь и позицию свою изменить. Ты праведник. Благодаря своей вере ты можешь воевать и побеждать, и также прощать. Это тоже нужна вера на это. Ты можешь благодаря своей вере любить и благодаря своей вере ненавидеть. Вы знаете, что в Слове Божьем не только говорится о любви, о ненависти тоже. Ко греху, к беззаконию. Это мерзость. Ко грехам. Мерзостные грехи. Это мерзость для Бога. Он ненавидит устал живые. Он ненавидит глаза гордые. У нас должна быть ненависть к продукции дьявола. К тому, что он делает. Какими он людей делает. Как он их извращает в жизни. Пользуйся той верой, которая у тебя есть. Пользуйся. Если у тебя есть вера, у тебя есть вера. Я не говорю, что у тебя нету. Я говорю, у тебя есть вера. И она имеет огромный потенциал. Это означает, что она способна больше. Почему? Она связана с Богом. Вот и все. Эта вера не накачивается как-то особо. Нет. Ты больше и больше просто учишься доверять Богу. И написанному Слову Божьему. И для Бога очень важно, чтобы ты поверил Его Слову. А если оно тебе открылось, то ты просто не можешь не поверить. Тебе нужно дальше верить. Бывает так, что тебе открылось Слово Божье. Ты поверил. Но потом ты не видишь, что это произошло. И ты начинаешь сомневаться. Но ведь ты же поверил. Ты просто засомневался. Ты слабость допустил в свою жизнь. Верия верующего необходимо расти. Она не может стоять на месте. Потому что ты вышел из Египта. Там особой веры не надо было. Тебе рассказали Евангелие. Ты помолился. Ты вышел из своего рабства. Египетского рабства. Но чтобы тебе дальше расти с Богом. Чтобы отказываться от всего, что тебе мир предлагает. Тебе нужна вера. Откуда у человека появляется вера? Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Вера появляется, когда человек слышит о Слове Божьем. Благодаря чему растет вера? Она пришла. Но растет-то она от чего? Вот появился ребенок, родился. Этого достаточно? Это достаточно на сегодняшний день. На сейчас. Дальше ему сразу нужно кушать. Ему нужно расти. Он призван расти. Маленький ребенок в роддоме. Сразу должен начать расти. Может быть, мы не увидим, что он ноги вырос сразу в годовалого. Но он уже сразу начинает расти. Он сразу пьет молоко. Он общается. Через это. С матерью. Первое послание Коринфянам 2.4.5. И Слово Мое и проповедь Моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Сила Божья – это проявление веры. Когда мы верим, происходят чудеса. Мы видим подтверждение. Мы видим, что когда Иисус воскресил Лазаря, это проявление Божьей силы. Движение произошло Святого Духа. И написано, много уверовало в Него людей. Много уверовало в Него людей. Когда Он творил чудеса, многие веровали в Него. Проявление Божьей силы. Понимаете, мы не говорим о чудесах, как о фокусах. О, людям пришли, посмотрели фокусы. Новые фокусы показали им. Извините, это проявление Божьей силы. Так должно быть. Так надо. Это помогает человеку. Его вера взрывается. Она сразу появляется. Она не сомневается в Боге ни на минуту. Проявление Божьей силы. От этого растет наша вера. Если я только читаю Библию, но я не практикую, моя вера не будет расти. Расти будет другой орган. Голова расти будет. А вера все равно будет маленькая и шаткая. Если я прочитал Слово Божье, поверил, и начинаю практикать, я вижу силу Божьей. Моя вера утверждается. Я верю, что Бог еще и больше может чудо сотворить. Понимаете? Я увидел чудо сотворения какое-то. Когда я прочитал в Библии, я сделал, как сказано. Я увидел чудо. С этого момента я верю, Бог может больше. Бог может больше. Бог может больше. Бог может больше. Понимаете? Моя вера растет. Уровень веры растет. А если я только читаю, только читаю. И знаете, многие христиане думают, что этого достаточно. Просто прочитал на день главу и все. Нет. Ты прочитал, ты принял верою. Размышляешь. И пошел и применил это слово. И вот тогда твоя вера будет утверждаться. Проявление силы Божьей – это результат практической веры. Веры в действии. Не бойся брошенных вызовов в твоей жизни. Проблемы. Трудные обстоятельства. Послушайте. Это благоприятная почва для роста и укрепления веры. Это не повод для молитвы. Бог, удали мои проблемы. Бог, реши. Бог, оплати. Бог там то. Бог там все. Вызовы, брошенные вызовы в нашей жизни. Это благоприятная почва для роста и укрепления нашей веры. И так, когда приходят трудности, встречай их в лицо. Знай, что с тобой Бог. Ты связан с небом. Тебе служат ангелы. Бог послал своих ангелов, чтобы заботились о тебе. Тебе не стоит бояться. Даже если ты оказался один. Часто мы себя бодро чувствуем, только если кто-то рядом. Только если мы вместе собрались церковью. А что, если ты, дорогой друг, окажешься в львином рве? А что, если в печку тебя кинут? Одного. В тюрьму тебя кинут. А что, если ты один окажешься? Тем не будет братьев и сестер. Не будет никакой поддержки. Тебе нужно веру свою утверждать не в церковь, а в Бога. В небо, в Божий, в духовный мир, который наготовит тебе ответить на твою нужду и на твою веру. Пусть вас Бог благословит. Аминь.